всем привет сегодня число не помню 8 8 8 сегодня 8 февраля и мы едем в аутлеты в наши любимые собираемся мы уже туда три недели постоянно все же на что-то не получается вот наконец-то выехали надеюсь что там будут какие-нибудь целых хорошие сегодня может быть нас получится что-нибудь купить ну и как развлечение и времяпровождение тоже хорошо вчера ждали очень открытие олимпиады все каналы значит спортивные по интернету я проверила должны были показывать ну вроде бы как в 11 часов утра nbc у нас обещалось как бы в прямом эфире потому что россия это уже было сколько там восемь вечера у нас как раз это 11 утра не дождались мы с утра в итоге они показывали всем 30 вечера уже в записи конечно и пока они начали показывать мы чуть не заснули они там свои разглагольствования сначала рассказ потом они собама интервью брали обама очень хорошо отзывался ну так немножко опустя глаза но хорошо отзывался о российском президенте а его чувстве юмора и так далее вот и сказал что никогда не ездит он на олимпиаду и ванкувере не было его поэтому не то что он там кем-то пренебрег а просто он отправляет туда каких-то своих засланцев и очень красивый ролик был перед началом показа церемонии открытия ролик был шикарная россии прям прям хоть слезу пускай они рассказали какая-то красивая страна с какой богатой истории какая сама страна очень богатая и это российский не это тот ролик который российский с российскими актерами а в пее перед они просто без актеров они просто показывали достопримечательности питер показывали матерские дворцы питерские дворцы они показывали саму природу горы очень мы вот эти вот снежные и ну столько красоты не показали и говорили прям с восторгом о вообще и природе и богатстве и дворцах и сказали что питер один из самых самых красивых городов мира и в общем очень такое положительное хорошее видео было у россии ролик такой может быть и мне не знаю может быть если в интернете мы найдем этот ролик я дам ссылку на него вот шарапова как шарапова было главным лицом в общем всех интервью здесь потому что она из сочи сына нет она сказала что она сама из сибири родом а детство провела в сочи так что она им проводила им экскурсию американцам по сочи и да они очень любят вообще шарапова кормила и хачапури и в рестораны в сочинские водила в общем они в восторге вас понравилось вот ну и в принципе когда показывали церемонию открытия вот эти вот все комментарии об истории россии видимо они википедию предпрочли поподробнее российскую историю потому что не комментировали как бы все это действие рассказывая петре и советском союзе беспристрастно они как бы свое мнение об этом не говорили а просто вот описывали что происходит на сцене немножко удивило меня лично форма американская это что слишком наляписто мне показалось нет не знаю российские такие снегурочки там шли девочки американцы какие-то слишком быстренькие день это что-то ральф лора у них мало было написано может так что вот вот такие вот впечатления теперь будем ждать уже самих конкурсов не знаю если будут нас показывать в прямом эфире или тоже в записи что записи о конкурсе на середине воде меня в записи не знаю не знаю как у нас показывать сегодня вроде бы как первый день а мы уже в аутлеты если что-то будет интересное в аутлетах может покупки если будут я покупки покажут уже сами сами ответы уже несколько раз показывала там ничего не изменилось ну а если что-то какие-то покупки или что-то будет интересное то я покажу следов на озере много все озеро замерзло на души это зимой что-то у нас совсем холодно и морозно о вот они и там много-много они видно выходят какие-то наша пятая зима уже здесь ну бывали холода но такой один пару дней такого чтобы всю зиму да это самая холодная зима смотрите какая красота за мою посмотрите какие сугробы я например себя сейчас в экран не вижу надеюсь вы видите какие сугробы белоснежного снега на мило здесь ну на мило это громко сказано их конечно убрали сюда но просто красота мы приехали в аутлеты наконец-то ехали полтора часа только посмотрите на это ну идемте прямо как в антарктиде идемте клопы красота красота ну что сначала в тимберленд всем снова привет сейчас у нас уже воскресенье и мы вчера приехали очень поздно с аутлета где-то часов десять вечером и я хотела снять покупки но уже было поздно уже не до того поэтому сейчас быстренько покажу что мы купили в основном купили детские вещи на лиску на жорика пару вещей мужу такое не буду показывать покажу детские вещи в принципе вот это вот курточка мы купили в аэропостель это уже взрослая фирма даже не взрослая тинейджеровская и вот такая курточка просто как парк она называется но она как бы со смехом внутри с воротником вроде как она зимняя да но она очень легенькая по повесу я имею ввиду и такая вот она как спортивная но я купила здесь в основном на цену потому что она стоила во первых она на лиске очень хорошо сидит потом ее цена была 25 долларов минус 50 процентов скидка то есть 12 50 а начальная цена я посмотрела ее было за 130 так за 130 бы конечно не купила так же я лизе в аэропостеле купила вот такую рубашечку она тоненькая как шифоновая прозрачная под нее по-любому нужно надевать какую-то маечку но это уже молодежная как бы тинейджеровская до мода ну лиски покупаю если нравится и вот такие рукава и отделка и воротничок как под джинсу варю варенка но качество тоже очень тоненькая хэбэшная тоненькая рубашечка очень приятная но с маечкой обязательно и вот такая уже более спортивная ходить там в школу на физкультуру во дворе бегать такая тоже в этом же аэропостоле спортивная кофта с капюшоном и вот название магазина но я думаю что о нем уже все наслышаны если вам нравится такого рода видео пожалуйста напишите в комментариях если мне нужно показывать наши покупки покупки вещей либо продуктов либо говорить о ценах если вас это интересует то оставляйте комментарии в магазине лофт я тоже купила лиски такой свитерок магазин этот не очень дешевый но были хорошие скидки вот и поэтому он нам обошелся 15 долларов еще минус 40 процентов и также в том же магазине я купила извиняюсь сегодня все дома воскресенье мешают мне в том же магазине я купила вот такую кофточку просто пайетки бантик и такая просто сиреневая для лиски кофточка дальше в магазине джастис я лизе купила просто маечку такую летнюю это магазин детска детская для девочек одежды и он тоже очень не дешевый но у них очень классные сейлы именно в аутлетах бывают вот эта майка стоила 27 долларов купила я ее по моему за 6 что-то в этом роде вот это то что лизе переходим к одежде для маленьких мальчиков вот такого плана пижамки у нас зорик уже вырос из всех пижамок вот тигровые штанишки флисовые это катоновая пижамка это уже полистер но качество как флис и все они синтетические остальные полистеровые но качество такое вроде как мягкие такие хорошие то есть кожу не раздражают хорошие просто что они почему-то полистеровые но главное что в них удобно в принципе они носки и хорошие пижамки вот такие вот три пижамки купила я жорику с машинками с обезьянкой это полностью флисовая такая очень они хорошенькие ну вот цены если интересно вот это вот с машиной 5 долларов минус 20 процентов я сейчас называю цены от них еще нужно отнимать 20 процентов потому что в магазине были такие скидки вот 6 долларов минус 20 процентов изначально она стоила 30 это стоило 20 это стоило 20 то есть вот это 30 а остальные по 20 купила же я их по меньше чем за 5 долларов такие вот пижамки самая любимая моя покупка для жорика это была куртка куртка на следующую зиму коламбия тоже купила на распродаже возможно будет еще меньше цены не знаю сомневаюсь но может быть будет коламбия фирма дорогая но так как мы там не каждый день в аутлетах бываем живем далековато поэтому я решила купить ее сразу значит куртка очень хорошая зимняя изначальная цена ее была 120 потом 79 90 то есть 80 потом 60 и была еще вчера 30 процентов скидка от 60 то есть за 42 доллара мы ее купили ощущение такое что дорого мы ее купили при том что она еще и без штанов то есть штаны нужно будет покупать отдельно но настолько у нее хорошее качество и она действительно очень зимняя такая куртка сейчас ее расстегну что я уже не пожалела сейчас покажу какая она внутри вот это вот у нее классная технология вот это омни хит вот это внутри мягкая для спинки тут такая под шерсть вот здесь вот на воротничке капюшон тоже утепленный вот с козырьком с этим классная куртка со всеми карманами здесь на заклепках внутри вот чтобы застегнуть потуже внутри куртки и еще у нее рукав увеличивается то есть например год ее относил ребенок вырос где-то сантиметра на 3 можно отпороть здесь внутри рукава уже когда она становится маленькой какую-то нитку дернуть вот и рукав еще вытягивается на полтора инча то есть где-то на 3 с лишним сантиметра то есть я надеюсь даже что этой курточки нам может быть на два года хватит ну и такие мелкие покупки для садика эти штанишки я обожаю такие штаны они очень удобные для игры вообще в садике они без ремня на резинке мягкой и свободные и сидят хорошо и тоненькие идеальные штаны именно для игры для таких игр детских ну и пару рубашечек тоже в садик вот это вот нам понравилась именно эта клетка типа шотландской сейчас вроде как модно такая и вот еще такая рубашечка изначально они стоили это нам под глаза 20 долларов за 3.50 мы их купили по-моему очень отлично и еще одна моя большая радость мы купили Журику две пары обуви в Тимберленде в Тимберленде вот такие вот кроссовочки как бы туфельки кроссовочки или спортивные туфли как их назвать не знаю вот ухоженные за 20 долларов это ботиночки на эту весну и на вырост купила потому что я очень люблю обувь в Тимберленде особенно для детей вот для детей она прямо очень удобная купила такие полуботинки или ботинки это уже называется они водоустойчивые на следующую осень я думаю что и в теплую зиму в них можно ходить ну так из машины в школу из школы домой вот в таком плане их можно носить и всю зиму вот это вот немножко такие есть как бы потертости или это не потертости так вот ногтем дернешь оно уже появляется ну их можно зачистить либо да кстати носок здесь резиновый пятка резиновая что мне очень нравится и вот эта вот боковушка тоже вот но я не сильно заморачиваюсь во-первых цены хорошие для этой обуви а во-вторых я понимаю что это будет носить ребенок поэтому вот такая вот немножечко такие засветления я как бы пропускаю мимо ну в принципе это вот оно все проходит убирается вот и все такие у нас были для нас покупки еще несколько покупок я купила для подружки для моей буду отправлять посылку себе я купила только сережки в ловке были хорошие скидки 5 долларов и плюс еще 50 процентов скидка то есть за 2,50 я себе купила несколько сережек такого плана такие вот такие нужно только еще придумать с чем их носить да так немножко сверкают дно переливается на них и вот такие вот они чуть были подороже это как бы из новой коллекции летней но это же якорьки мне они очень понравились я собираюсь летом туда в те края где океан поэтому мне кажется они будут актуальны ну вот и все наши покупки вот это вот я может быть потом об этом подробнее расскажу это нам присылают такие предложения компания Клюник и Ванком тоже я уже об этом упоминала в прошлом видео ой это я лаки тут пробовала так что извиняюсь вот при покупке продукта на 27 долларов получаешь вот это все в подарок подарок из 7 частей помада полноразмерная тени двойные вот это вот пенка для умывания это для глаз крем ну это маленький наверное грамм 15 я думаю карандаш для глаз и тушь двухсторонняя как бы праймер да и тушь такой подарочек я уже заказала себе кое-что из бантона придет покажу ну вот так вот вот закончился наш день шопинга и и и и и и и